В Казахстане продолжаются акции протеста. Недовольные судебной властью, граждане пообещали не покидать зал, пока к ним не придет президент Токаев. Мы уже неделями ходим, не можем добиться в эти мраморные кабинеты. Пропасть между чиновниками и народом стала очень большой. Заключенных из Худжанской колонии в Таджикистане экстренно перевели в Душамбе. Родственники об этом узнали только, когда пришли к родным с передачей. К ним могут применяться пытки, поэтому их отдаляют, перевозят, закрывают, скрывают от родственников, от адвокатов. В Таджикистане перед концом священного месяца и наступлением праздника Рамадан традиционно взлетели цены на все. Сдержать их властям не удалось. Кило черешни, 25 соманий. Что это такое? В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкесской студии. Я Шавка Тургаев. Здравствуйте. Десятки казахстанцев сегодня собрались у здания правящей партии Нур-Аттана и потребовали диалога с президентом страны Касым Жомартом Токаевым. Люди прибыли в столицу из разных регионов страны. Все они недовольны работой судебных органов. Это уже второй митинг против произвола в судах. Чем он завершился, расскажет Джазгули Гемберзи. Три недели назад возле Генеральной прокуратуры Казахстана собирались десятки людей. Они назвали себя жертвами судебного произвола и требовали создания независимой комиссии, которая будет разбираться в этом. Тогда к ним не вышел ни генеральный прокурор, ни президент. Люди были вынуждены разойтись. При этом оставили обращение в штабе кандидата Токаева и надеялись, что он найдет время для встречи с ними. Сегодня люди вновь прибыли в штаб правящей партии Нур-Атан. По-прежнему желают личного разговора с Токаевым. Мы уже неделями ходим, не можем добиться в эти мраморные кабинеты. Пропасть между чиновниками и народом стала очень большой. Очень лицемерие, шизоферония, маразм судебной системы. И у президента, я считаю, что сердце должно биться в унисон с народом, а не с этими преступными кланами. Все собравшиеся называют себя жертвами судебного произвола. Говорят, что в поисках правосудия дошли до последней инстанции. Гаранта Конституции, президента. Кто-то с плакатом на груди, а кто-то на словах пытается донести о правонарушениях в судах. Называются и конкретные имена прокуроров, следователей, которые, по мнению собравшихся, якобы виновны в беззаконии. К людям вышли представители общественного штаба кандидатов в президенты Токаева. Они заявили, что глава государства физически не может встретиться с ними. Он не в столице. Дату по сегодняшней встрече назначали не мы. Это люди сами собрались и решили, что сегодня он должен принять. Значит, Токаев не примет никого? Сегодня он даже не знает об этом. Мы сами сегодня только узнали. Где находится президент? Я знаю, что он находится в рабочих поездках. Вчера был в Таразе. Сегодня в Атравской области, кажется. Обращение людей о встрече с президентом до сих пор находится на рассмотрении штаба. Не дождавшись ответа, люди решили прийти без приглашения. Намерены лично ждать президента. Если понадобится, то до самого дня выборов. До конца предвыборной кампании четыре дня осталось. В эти четыре дня мы будем ночевать здесь, в актовом зале Нур-Утана. Мы никуда отсюда не уйдем, пока сам кандидат в президенты не придет и не скажет, да, мы создадим комиссию. Если ранее на руках у людей были обращения и заявления на имя президента, то сегодня они оформили уже требования о создании независимой комиссии по пересмотру незаконных судебных решений. Также собравшиеся люди требуют отставки всего судебного корпуса во главе с председателем Верховного суда. Я пережила такие испытания. Как мне не плакать? Я устала. Некоторым женщинам стало плохо. В зал заседаний прибыли врачи скорой помощи. Тем временем представители правящей партии Нур-Утан предложили вызвать сотрудников генеральной прокуратуры, но люди категорически отказались с ними встречаться. По их словам, надзорный орган, они и так ходят годами, однако никакой защиты своих прав там не находят. Десятки казахстанцев намерены оставаться в зале до того дня, пока к ним не выйдет сам Токаев. Если же их будут выгонять, то следующей точкой маршрута станет посольство США в Казахстане. У сотрудников американского дипломатического ведомства они намерены просить помощи, чтобы их связали с комитетом ООН по правам человека, где казахстанцы намерены выступить с докладом о нарушении их прав в своей стране. За пять дней до выборов президента Казахстана в Алматы гражданских активистов стали вызвать в полицию. Поводом для встречи со следователем может быть ранее полученная судимость или любая другая. Следователи свои действия не объясняют. Сами активисты полагают, что настоящая причина в их активной гражданской позиции. Шалпана Разбекова продолжит. В преддверии выборов президента казахстанская полиция переходит на усиленную службу. Как оказалось, это касается не только поддержания общественного порядка, но и мер в отношении гражданских активистов. В Алматы со вчерашнего дня активистов стали вызывать в департаменты полиции и по делам религии. Общественники понимают, что вызывать по повестке или на разъяснительную беседу могут не только из-за критики власти. Мы просим прощения за технические неполадки. Мы продолжаем выпуск. В Кыргызстане взяли под стражу бывшего гемпрокурора и депутата парламента Аиду Солянову. Ее обвиняют в содействии в досрочном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Джебек Бегалеева объяснит, почему это дело требует особого внимания. Эта история похожа на авантюру из голливудских фильмов. Началось все еще шесть лет назад. Врачи республиканской гематологии едут в тюрьму к знаменитому вору в законе, а позже ставят ему диагноз «рак крови последней степени». Власти отпускают криминального авторитета, и он улетает на этническую родину в Чечню. Спустя время выясняется, что Азиз Батукаев жив-здоров и умирать в ближайшее время не собирается. И даже более того, вора в законе с почетом проводили до ВИП-зоны аэропорта, откуда он улетел на частном самолете. Обо всем этом власти благополучно забыли и не вспоминали, до тех пор, пока не началось открытое противостояние бывшего и нынешнего президентов. Вчера в рамках возобновленного уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева задержали Аиду Солянову, депутата Кыргызского парламента. В 2013 году она была генеральным прокурором Кыргызстана. По моему мнению, в стране сейчас очень много непонятных событий происходит. Например, мы узнали о выводе миллионов долларов из страны. Я думаю, что арест Соляновой – специальный шаг со стороны властей для отвлечения внимания. И так думаю не только я. По иронии судьбы, меру пресечения бывшему генпрокурору должны избрать в Первомайском суде, в котором обычно рассматривались самые громкие политические дела. Всего несколько лет назад перед этим же судом эти же журналисты ждали оглашения приговора в отношении других политиков, уголовные дела против которых возбуждал тогда еще всесильный генеральный прокурор Аида Солянова. Тогда точно так же их сторонники называли задержание политическим заказом. Теперь Аида Солянова сама обвиняется в совершении преступления. Но к делу Батукаева сейчас особый интерес не за Соляновой вовсе. Следующим фигурантом резонансного дела может оказаться экс-президент Алмазбек Тамбаев. Все кидает к тому, что главным фигурантом этого уголовного дела может оказаться Тамбаев. А еще по этому делу задержали и отпустили бывшего главу Минздрава. Зато до сих пор в СИЗО держат рядовых врачей, которые шесть лет назад работали в гематологии. Хирурга Эмиля Макенбетова и лаборантку Ирину Цопову. Гульнара Сагенбековна работала вместе с Эмилем Макенбетовым в гематологии, а потом в детской онкологии. Почти каждый день к ней приходят родители маленьких пациентов. Макенбетов, по их словам, был одним из лучших детских хирургов-онкологов. Конечно, каждый из них очень тяжело, с болью в душе об этом говорили. И какая-то безысходность у них, да. Я же говорю, когда пациент верит одному доктору, то это очень сложно. Про то, как их коллега ездила в тюрьму, брать анализы у вора в законе могут рассказать все врачи онкологии. В такой же санавиации медики часто выезжают в разные регионы страны. Обычная рядовая ситуация, что доктора вызвали дежурных по санавиации. На тот момент было, почему-то, с Министерства здравоохранения разрешительный документ. Где-то подменили, вероятнее всего, учитывая по словам адвокатов, то они неоднократно говорят, что исходно был, в Москве подмененный исходно. Правда это или нет, сейчас разбирается суд, который, кстати, почему-то не спешит рассмотреть ответственность более высокопоставленных чиновников. Например, главы ведомства, отвечавшего тогда за работу всех тюрем. А без его ведома такую спецоперацию вряд ли бы провели. В Бишкеке практически на весь июнь ограничили проведение митингов. Как сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана, с 1 по 20 июня по решению Первомайского суда нельзя проводить акции протеста на центральных улицах и площадях. Запрет связан с саммитом Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в столице Кыргызстана 13 и 14 июня. В пресс-службе МВД также сообщили, что милиция переходит на усиленный режим несения службы. Единственное место, где разрешено проводить митинги, это Бишкекский парк Горького. Зачинщиков бунта в Худжанской колонии тайно этапировали в Душамбе. Заключенных перевезли в столицу Таджикистана, ничего не сообщив об этом ни их адвокатам, ни родственникам. О перемещении своих близких родных и заключенных узнали случайно, в тот момент, когда в тюрьме они приняли передачу с едой. Матерям охрана сказала, что их сыновья в колонии больше не содержатся. Таджикская служба радио «Свобода Узози» руководство тюремной системы сообщило, что этапирование произведено в целях безопасности. Якобы большинство бунтовщиков имеют отношение к террористическим группировкам, и чтобы не допустить возможной дестабилизации, было принято решение направить их в Душамбе. Мятеж в Худжанской колонии произошел 7 месяцев назад и привел к гибели 57 человек. Причины бунта до сих пор доподлинно неизвестны. Суд над зачинщиками проходит в секретном режиме. По имеющейся информации, повторной уголовной ответственности привлечены 33 заключенных. 8 сотрудников тюрьмы приговорены к 2,5 годам условно за проявленную халатность. Правозащитникам Таджикистана такие действия властей непонятны. Назвать вразумительными ни сам перевод заключенных, ни сверхсекретность этапирования они не могут. По мнению руководителя общественной организации, Офис гражданских свобод Диларабос Амадовой, это нарушение законодательства и в первую очередь статьи о презумпции невиновности, так как суд над организаторами мятежа еще не состоялся. В Худжанди тюрьма – это тюрьма строгого режима. Туда помещаются люди, которые совершили тяжкие, особо тяжкие преступления. И персонал, который там работает, он должен быть обучен к работе с такими заключенными. И если их переводят в другую тюрьму, наверное, это означает то, что в их профессионализме есть сомнения, поэтому их переводят в город Шамбе. На самом деле родственники очень сильно напуганы, у них паника, что без них суд принял решение, оглашен был приговор. Несмотря на то, что в Таджикистане есть мораторий на применение смертной казни, родственники все равно очень сильно переживали, что могут быть казни этих людей. Поэтому так в секрете все это держится, в секрете увезли. И очень сильно переживали, что к ним могут применяться пытки, поэтому их отдаляют, перевозят, закрывают, скрывают от родственников, от адвокатов. За пять дней до выборов президента Казахстана в Алматы гражданских активистов стали вызывать в полицию поводом для встречи со следователем. Может быть, ранее полученная судимость или любая другая. Следователи свои действия не объясняют. Шелпана Разбекова продолжит. В преддверии выборов президента казахстанская полиция переходит на усиленную службу. Как оказалось, это касается не только поддержания общественного порядка, но и мер в отношении гражданских активистов. В Алматы со вчерашнего дня активистов стали вызывать в департаменты полиции и по делам религии. Общественники понимают, что вызывать по повестке или на разъяснительную беседу могут не только из-за критики власти, но и для того, чтобы изначально предотвратить нежелательные эксцессы в день самих выборов. Буквально неделю до выборов людей начинают дергать. Есть там случаи, где на людей давят через родных. Говорят, что исключить какую-либо публикацию постов в соцсетях и так далее, снятие видео. В том числе ставится вопрос у Геннадия Крестьянского о том, что может стать вопрос о том, что ребенка очистят из вуза и отправят в армию сына. Активистку Ирину Ким сегодня вызвали в полицию. Напомнили о ее старой судимости за мошенничество. Сама женщина уверена, что поводом для встречи со следователем послужила новая волна недовольства многодетных матерей. Говорит, сотрудников полиции не смутило и то, что она находится в другом городе. Почему активистов пытаются заткнуть? Потому что мы на местах доказательно показываем, что это деньги, которые не доходят потом до конечного получателя. В итоге получается, что наши акиматы, наши соцслужбы, они сами, не мы активисты, а они сами напрягают обстановку. Потому что люди уже давно за чертой бедности. К слову, в департамент полиции Алматы пригласили и Саули Абельдинову, активистку, поддерживающую многодетных матерей. Но если претензию к Ирине Ким сотрудники правоохранительных органов смогли объяснить, то причина вызова в полицейское ведомство Саули Абельдиновой так и осталась неразъясненной. В последнее время многодетные матери озвучивали свои требования чиновникам. Где-то эти требования исполнялись, а где-то продолжали игнорировать. И, скорее всего, власти думают, что во главе всего этого стоит Сауле. Такое ощущение, что и внутренние органы, и прокуратура начали какое-то нападение. Во-вторых, я поддерживаю Касанова и призываю людей голосовать за него. А вот претензий к активисту Альнур Ильяшеву у полиции, по всей видимости, нет. Поэтому его пригласили побеседовать с теологами в департамент по делам религии. Говорит сотрудника внутренней политики, к его персоне привлекло то, что он читает пятикратный намаз и носит бороду. Альнур Ильяшев также уверен, что на самом деле все не так. Ну, я собираюсь быть наблюдателем. Я могу помешать только лишь фальсификациям. Выбором самим я, наоборот, заинтересован в том, чтобы... Мы ожидаем, что, ну, по крайней мере, Альнур Атан в лице его кандидата Тукаева, они получат намного меньше, чем раньше получали. И даже есть вероятность, что может быть второй тур. В полиции повышенную заинтересованность активными гражданами, конечно же, отрицают. И даже пообещали выяснить истинную ситуацию с активистами и сообщить подробности. Данные сведения будут проверены, по результатам чего. Вам предоставлена дополнительная информация. 9 июня в Казахстане состоятся президентские выборы. Агитационная кампания кандидатов в президенты завершится 7 июня. 8 июня – День тишины. Шулпан Уразбекова Павел Энгельгард. Настоящее время Азия, Казахстан, Алматы. Смотрите далее в нашей программе. В Таджикистане перед концом священного месяца и наступлением праздника Рамадан традиционно взлетели цены на все. Сдержать их властям не удалось. Кило черешни, 25 самани. Что это такое? Мы продолжаем выпуск «Ташкент затопило». Накануне в столице Узбекистана прошли сильные дожди. Дренажная система улиц и проспектов Ташкента, а также международный аэропорт не справились с таким объемом воды. Надо сказать, что за последние годы наводнение после ливней – дело обыденное. Практически после каждого сильного дождя улицы узбекских городов превращаются в реки. В социальных сетях появляются десятки видеоочевидцев. Не устоял перед натиском стихии и Ташкентский аэропорт. В Таджикистане перед праздником Рамадан традиционно взлетели цены на продукты питания. В среднем на 15%. Несмотря на это, на рынках не протолкнуться. Люди вынуждены задорого покупать овощи, фрукты, хлеб и лепешки, чтобы завтра накрыть праздничный дестархан. Ануш Ирвон Алипов пообщался с людьми на Душамбинском базаре. К празднику жители Таджикистана картофель, крупы, зерновые и муку, масло, сухофрукты стараются закупить заранее и впрок за неделю до праздника. Все знают, что за день или два до Иди Рамазон цены взлетают вверх. Но скоро портящиеся продукты, фрукты и овощи приходится покупать втридорого уже за день или два до праздника. Каждый год на рынках повторяется один и тот же сценарий. Люди возмущаются, но все равно берут. Кило черешни, 25 самани. Что это такое? Почему нет контроля за торговцами? Что мне не нравится в Таджикистане, это то, что на праздник всегда цены задирают. Кроме воздуха, все подорожало. Зелень по два самани за два пучка. Никогда такого не было еще. Дорого, но что делать? Купил к празднику все. Власти еще во время поста предупреждали торговцев и оптовиков, чтобы сильно не задирали цены. Иначе их обещали наказать. Правда, не уточнили, как именно. Но перед самим праздником удержать жажду наживы в разумных пределах не получилось. По всей стране весь последний месяц проводятся ярмарки, где по сниженным ценам продают госзапасы продуктов. Но даже эта мера не помогла удержать цены перед праздником на приемлемом уровне. «Привезли на ярмарку около полутонны меда. Цены на мед на 30% ниже, чем на обычном базаре». Единственное, на что цены упали, это на мясо. Но и выглядит оно немного не так, как полагается. Сухое и отдает желтизной. Видимо, залежавшееся. Несмотря на дороговизну, к празднику Иди-Рамазон таджикистанцы готовятся с радостью. Праздничный дастархан нужно будет украсить не только свежими фруктами, черешней, абрикосами и яблоками. На нем должны быть традиционные угощения таджикистанцев. Самбуса, пирожки, мучные народные сладости и домашняя халва. Ну и, конечно же, наваристая шурпа. Люди приходят в этот день, все близкие обязательно соберутся в этом доме. Это древняя традиция народов Азии – собираться вместе в этот день. Уже завтра после утренней молитвы в мечети жители страны начнут собираться за праздничными дастарханами, ходить друг к другу в гости и принимать друзей у себя. Хозяевам нужно быть очень аккуратными. К ним могут нагрянуть проверяющие чиновники. Накрытый дастархан по закону не должен превышать размеры метр на полтора. Иначе, чересчур гостеприимным владельцам грозит штраф – около 530 долларов. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. В Бишкеке открыли новый приют для беременных женщин, находящихся в кризисной ситуации. Центр с символичным названием «Надежда» станет домом для будущих мам, которым больше некуда идти. Главная задача приюта – сохранить жизнь ребенка и убедить женщин отказаться от аборта. Для этого создают все условия. Приют расположен на территории Центрального православного собора. Создать его удалось за счет меценатов посольства Германии Кыргызстанской епархии православной церкви. Дарья Тимофея побывала на открытии. Мама рядом, новая кроватка, игрушки. С таким набором даже видеокамеры не смущают. Улыбка во весь рот. Старания взрослых шестимесячная София явно оценила. Каждый предмет в комнате подбирались с особым трепетом. Все, чтобы создать атмосферу уютного дома. Известие о том, что она станет мамой, для Ольги было шоком. Родители давно умерли, родственников не осталось. Жилья нет. С отцом ребенка отношения уже были разорваны. И вот во время медобследования женщина узнает. Пятый месяц беременности. Легла, а мне, говорит, у вас там сердечко бьется. Ну, я там разревелась. Я говорю, наверное, это мое сердце бьется. Нет. Он включил это. Дуф, дуф, дуф. Я думаю, я с кушетки упаду. И безысходность такая сразу. И думать о том, что а как дальше будет, а что как. Я же вот так живу, а вот как сработает. За помощью в церковь Ольга пришла на последних месяцах беременности. Стоять у печи в пекарне уже не было сил. В православном храме надеялось найти одежду для себя и будущего ребенка. Священнослужители решили ее всячески поддержать. В небольшом приюте вместе с Ольгой смогут жить еще три мамы. Принимают всех, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Даем нашим подопечным возможность научиться что-то делать своими руками. Потому что когда они отсюда уйдут, им нужно будет самостоятельно зарабатывать. А когда они вот даже вот такие штучки умеют делать, это очень хорошо. Задача не просто помочь, а обучить и мотивировать. В приюте мамы будут находиться, пока ребенку не исполнится три месяца. Затем самостоятельная жизнь. Женщинам помогут решить проблемы с документами, окажут юридическую, социальную поддержку. Выручают беременных и удаленно. Приют – это крайняя мера. Многим нужны просто подгузники, одежда или консультация специалиста. Во время их проживания они учатся и планировать бюджет, и ухаживать самостоятельно за ребенком. И самое главное – они учатся договариваться и налаживать социальные связи. У них этих навыков нет, и поэтому они, собственно, и оказываются, как правило, в таких ситуациях. Ольга в епархии помогает по кухне, немного зарабатывает рукоделием. Уже сегодня ищет няню и собирает информацию про садики. Жизнь дочки хочет сделать гораздо счастливее, чем когда-то была у нее. Дарья Тимофеева, Самата Лыжбаев, Настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. В селе Волоское и прибрежные пейзажи дорогого стоят, и местная культура уникальна. Но в наши времена село Волоское пришло в невероятный упадок. Сегодня умирающее село не узнать, все ремонтируют и строят. Возрождение Волосского начал местный священник, который ради своих 13 детей 5 дней в неделю меняет рясу на деловой костюм. Недовольных реформами в селе хватает. Так что это за реформы, которые так изменили Волоское? Человек, он не может выйти из дома, не посмотрев в зеркало, и не договорившись с самим собой, кто он такой. Какой календарь правильный? Конечно, юлианский. Мы живем по-неправильному, по-грегорианскому. Но это правильно, что мы живем по-неправильному. Нет, я совершенно не боюсь за психическое здоровье Маргариты Симоньяны. Вот там, где есть сомнения, фейк и пропаганда.